Субтитры сделал DimaTorzok Появляйся, Прохор, появляйся! Довольно-таки old school Да, я снимаю квартиру сейчас в одном момент двум с вами футболистом Это коньяк, если ты хочешь спросить Ну а серьезно, кому я вот собственно нужен? Я считаю, что моя карьера закончена В смысле? Знаменитый момент Помнишь, как-то раз, да, как-то раз После новогоднего пьянства Я здесь впал, вы меня поднимали Это эпичная была история Которую я думал, что никто не узнает Направляемся в штаб-квартиру Василия Уткина, ребят Это эксклюзив Еще никто не был там Были Собака И Ксения Собчак Были там съемки Самые разнообразные Ну ладно, были Просто вот нечего смотреть-то Смотришь Это вот я на днях подумал отоспаться И с 10 утра Вот практически у меня вот на голове Вот у меня Вот, кстати, вот тут тоже, видишь Вот тут тоже есть вот все это А вот, например, это все у меня спальня Комната с кровати Чтобы понять сразу, что здесь зажиточный человек, ребят Вот, смотрите, пожалуйста Гучи стоят, гэнги Вася живет в центре Москвы Но в квартире в хамовниках Дальше уточнять не будем В квартире примерно 50 квадратов Ну да Ты здесь что, только ночевать приходишь сюда? Нет, не обязательно Мне здесь, кстати, довольно комфортно Потому что здесь все рядом В хамовниках, понимаешь? Да, наверное, здание пешей прогулки Там, я не знаю Практически любая кухня За окном футбольный стадион Где мы с тобой познакомились, кстати, говорили Парень, вот этот парень Красный-синий Он просто лучший Это очень странно видеть тебя дома Я не знаю, кто-то поставил Странная история Ну, мне не мешает Для меня это особо ничего не значит Кто-то поставил Мама, может быть Может быть, домработница Ты верующий человек? Нет Ну, все, тут уже нет Тухонька Вася очень любит готовить Вообще, обычно на даче он готовит Я давно не готовлю Потому что На одного готовить глупо Компания собирается довольно редко Я, когда я ждал квартиру Я вообще был готов к тому Что у меня будет другая профессия Какая? Не знаю, какая Но просто И не знаю, какая была бы Но просто В тот момент Меня уволили И я, честно говоря Давай, я тебе помогу Да не надо Что ты делаешь Я сейчас Ставлю стул На стул Давай, я подниму Нормально Да не ватно Да я подниму Что-то, блядь Да вообще Дело не в этом Дело просто в том Что Мне же нужно На что-то камеру установить Когда я буду эфир вести Вот Вот это студия Эхо Москвы, ребята Это вот реально Чашечка, к сожалению Разбилась, видимо Пришел есть срок Ничего страшного Что там Я ей ни разу и не пользовался Говной чашкой Нет, это мама не подарила Все нормально Я думаю, многие из вас Видели футбольный клуб на Эхе У меня слезы на глаза Наворачиваются Понимаешь А потом выясняется Что оказывается Оказывается Все это было неправдой Вася подручными способами Соружает себе штатив Да Еще, ты знаешь Мне товарищи подарили Такую лампу Которая Кружочком Так вот светит Можно Выставить телефон Что ты думаешь Забыл на даче Ребята Мы у нас В нашей такой студии Вася в наушниках Просто в айрподсах Врывается На Эхо Москвы Вот такая импровизированная штука Вася со своей квартирой В хамовниках На всю страну Вещает Капец И вот так вот На протяжении часа Вася из своей гостиной Будет вещать на всю Россию Великий тип Если достаточно четверти таблетки Этого самого Три мета Чего-то там И еще Вот Который у нас нашли Валют Тогда Руководство ВАДА В момент Когда выяснилось Что они не понимают Как долго сохраняется Меледония в организме Вася А зачем тебе вообще Вот этот эфир На Эхо Москвы Безусловно Он не приносит Какого-то радикального эффекта Но я этим Этот эфир Футбольного клуба С 99-го года Примерно с весны Как раз Когда меня выгнали Из эфира НТВ Вот Эта программа Не прекращается И Мне кажется Важным ее сохранять Эфир На Эхо Москвы Это и есть я Вот он уже давно И Казалось бы Ни особенно Ни зачем мне нужен Ты знаешь Слушают люди Вот И я не хочу его бросать Добрый вечер Футбольный клуб Василий Уткин Сергей Бунтов Вася, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Господа Это футбольный клуб Я Василий Уткин Я здесь сегодня снова один Надеюсь, не станет традицией Футбольный клуб Это, наверное, самая культовая передача За историю всего Спортивного телевидения Добрый вечер Вы в футбольном клубе Я Василий Уткин Но я здесь сегодня не один Надо как-то пересматривать Карательный мир А то у нас Что ни толкование регламента То аналогии с гестапо Это было мнение Которое, безусловно, внушает надежду Вася делает ее до сих пор И Посмотрим, в каких условиях Это происходит сейчас Привет, это футбольный клуб Вот за этим столом он сидит Вот что он видит Когда записывает ФК На третьем этаже В этом же здании Офис Симпл Спорт И знаменит он Одним местом Одной локацией Я думаю, что нам пора Встретиться в правилах Версус Баттла Здесь, как вы понимаете Записывалось одно Из самых главных видео Российского Ютуба Последних лет У тебя нет выхода Ты трус Ты испугаешься Он же меня еще приплел В эту историю Потом включил в конце ролик Дагестан Хабиб Бои Каждый народ Определяет Три вещи Мне там чуть тоже От Соловьева не досталось Миша! Что? Я должен был продемонстрировать Извини Что это было? Это мы позвали Миша, а кто у нас сегодня будет Митя будет, Бажанов? Это пришел Митя Салют Митя работает Что интересно Редактором футбольного клуба На канале Василия Уткина А еще Митя работает где? На Матч ТВ На Матч ТВ Знаешь, что ты здесь редактором работаешь? Я ни от кого ни разу это не скрывал Но меня не часто об этом спрашивали Поэтому Ну давай сразу сходу Где приятнее работать Здесь или на Матче? Собставимо приятно Да господи, давай Либо первое, либо второе Все, уволен 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 Вась, у тебя так как на Матче Настолько же приятно Представляешь? А что плохого в том, чтобы работать на Матче? Как ты готовишься? У тебя текст к голове? Ну, я, конечно, разгоняю как-то все это Иногда записываю кое-какие соображения Которые мне в голову приходят по ходу недели Но да, в общем, да С головой То есть у тебя просто какие-то короткие заметки За неделю Ну вот сейчас, в данную секунду У меня ничего не написано к эфиру Абсолютно Ты просто будешь на ходу Нет, я знаю события, которые мне нужно Обсудить, обговорить А в остальном, да Сейчас, ребят, мы покажем вам Одну из самых сложных работ в мире Я гример Василия Уткина Опасный момент Это не опасный момент Я очень люблю этот момент Почему ты любишь этот момент? Потому что вот время за мной ухаживают Опасный момент Происходит подводка скул Это уже, я бы сказал, так вот Довольно-таки олдскул Чего-то я перевозбудился А у тебя есть какие-то ориентиры в профессии сейчас? Нет Нету? Нет Но ты на кого-нибудь, может, равняешься? На Хандро Томпсона и на Джереми Хларксона Ух ты, интересно Просто каково это быть чуваком, который познал все в этом мире в спортивной журналистике? Я не все познал В спортивной журналистике? Я знаю пределы своих возможностей И я готов всегда приучесться в любой авантюре Кто круче тебя в спортивной журналистике? А зачем мне об этом думать? У тебя есть такой вообще человек? Мне не надо об этом думать, это лишняя мысль в моей голове Я занимаюсь реализацией своих возможностей За последний год никаких новых форматов, ничего нового на канале не происходит Почему? С чем это связано? С твоим уходом Во-первых, это не то, что во-первых, в главных Нет, просто это сначала произошло Потом у нас есть проекты, которыми мы занимаемся О которых я тебе ничего не скажу Потому что о проектах не говорят раньше, чем во время, когда они вышли Ну и, честно говоря, есть планы В общем, есть планы сделать еще одну историю Ну а вот за год почему ничего не было? Потому что я мало работаю Уже скоро начнется эфир Прекрасная съемка Ты что снимаешь? Ты что снимаешь? Я все снимаю Для кого? Для себя Ты учишься у него в школе? Да, учусь в его школе, да У тебя пытаются натаскать на... По всей видимости, да Круто Вот видите, короче, везде, повсюду молодые пацаны Которые что-то делают по просьбе Васи или не у него работают В этой студии все настраивают Вася просто сидит в ТикТоке Как я уже сказал, Василий сегодня будет комментировать со своими студентами Сейчас буквально пару слов у него Блин, ты куда? Я сейчас спрошу чат Да расслабься ты Как я уже сказал, сегодня Василий будет комментировать со своими студентами Буквально сейчас мнение его узнаем Да, вы сегодня со студентами комментируете? Согласны, что это авантюра? Да Ну, это вообще комментирует Обык картинки, в принципе, авантюра Сейчас иду Забирают у нас Василия А не дохуяри вас, друзья мои? У тебя в твоей ютуб практике были случаи, когда твои высказывания в футбольном клубе кого-то сильно задели? Да это цель моих высказываний, собственно говоря, задеть Эй, ну ты не в тире заболотный! Тебе за эту мягкую игрушку большую не дадут Почему? Ну, задеть за живое Поставить остро проблему какую-то, сформулировать ее Я не имею в виду в узком смысле слова кого-то оскорбить, нет Зуба, иди нахуй Это отдельное искусство Ты им владеешь И можно, да, при необходимости Тебе приходилось извиняться? А мне вообще несложно извиниться Я вообще не вижу в этом никакой проблемы, потому что если я извиняюсь за что-то Я просто еще раз повторяю, собственно говоря, тему, которая была темой высказывания Простите меня, Антон, ради бога, простите, я честное слово не хотел Вспомните, что в прошлом году, например, две команды, которые заняли лидирующие места в первом дивизионе Они не смогли подняться в премьер-лигу, потому что у них не были готовы стадионы По каким-то разным причинам В этом месте я уже чувствую себя вправе заняться своим любимым, очень органичным для меня делом Я в этом месте предполагаю закруглиться Счастливо! Закончить съемки только с футбольного клуба Который снимался 20 минут В эфир из них пойдет 10 10 минут Вася запинается, 10 минут пишет, короче, по моим подсчетам примерно Вообще сегодня, я бы сказал, все довольно легко В этой же студии, где записывали ФК, сейчас будет стрим матча «Зенит-Бетис» Вася находится в 22-м году в такой ситуации, что комментировать футбол он может только у себя в студии И без картинки Раньше чувак комментировал на миллионы «Карбело! Дрибелькарбело! Я видел дрибелькарбело!» Сегодня стрим будет смотреть 2-3 тысячи человек А комментировать он его будет вместе со своими учениками из школы журналистики Двадцатилетними пацанами, которые, как мне кажется, сейчас просто жестко волнуются Что, волнуешься? Нет Ну не ври Я в предвкушении Если я буду думать о том, волнуюсь я или нет, я начну волноваться Ты полгода назад думал, что можешь с Василием Уткиным комментировать матч? Нет, точно не думал Если бы тебе сказали, что ты будешь комментировать, что бы ты сказал? Я бы очень обрадовался, но это был гушок для меня Просто я бы на твоем месте сейчас обосрался жестко Да не надо нормально все По проекту, если, да Я пока вопросы почитаю Вась, ну а ты черстыш с пацанами комментируешь? Да Что думаешь, все пойдет не по плану? А они к телефону уже? Телефон уже... Хорошо Это коньяк, если ты хочешь спросить Ты пьешь во время стрима Во-первых, не во время аду Во-вторых Угода Ну, крестами народу Значит, у нас 700 человек на данный момент пока Так, пока Вася снимается В этом же здании Наверху, этажом выше Его ждет его давнишний друг Сергей Арнольдович Микулик Вы, получается, как-то Находите? Короче, снимаем фильм Про Васю Как вы сейчас вообще? Что вы делаете? Дружите, ничего Подозрение на гриб У него повысилась температура Поэтому его вообще решили Извините, я в помощь сказал Тём, смотри Налит полденечку Другой Вася Я хочу выпить за тебя Нет, за Васю да Ну, чтобы мне вот этим Некем же заколосать Банан Ну, это не серьезно Хлеб возвращает Нет, нет, нет Что ты? Ну, вы, ну, вы Ну, вы, ну, вы, ну, вы Слышите Вот, как будто сирот Вот, мы с тобой А только есть банан Виктор Ну, я за рулем пока Он просто охуенный друг Вот спроси меня Вот, самый популярный вопрос С кем бы ты пошел Отточи Давай, в разведку С кем бы ты пошел С Васей никогда Потому что, понимаешь У Васи толстый, шумный Нас бы замели Долиней фронта Вот В разведку Ведь надо ходить с разведчиками Понимаешь Вот, принцип разведчика Быть незаметным Угу Такие друганы, короче Это вообще закадычный Друг Васи Сергей Микулик Спасибо большое за внимание За снисходительность Все будет продолжаться До свидания Хорошего вечера Всем пока До свидания А у нас Могримера уже отпустили? Нет Тогда самое время Поправиться по гриму И закапываться Закапываться на обе Что? Да, закрасная Красная? Вот у меня здесь карманы Здесь довольно яркие Светсы, ты видишь Да, да, да Вообще Арнольд здесь ждет Чего? Можно, конечно, По-разному относиться К Васе Но то, что он делает Для этих пацанов Это Очень круто Я не понаслышке Это знаю Это бар Жизнь напрашивалась Но никогда не было Полностью Воплощено А в результате Ну, поскольку Это, в общем, уже Третий набор Получается, что Кто хочет Профессию попасть В итоге Попадает Тема Борисов Сейчас работает На ОКО Денис Алхазов Тоже Мы с ними вместе Комментируем Испанию иногда Там же работает Владик Прусов Который, когда пришел К нам в школу Он вообще Еще даже не поступил В институт Денис Наливайко Работает на Сетанте Вася Регейда Просто сам к себе Пишет много Про английский футбол Комендарного он не стал Но у него Очень своеобразный голос Антон Попов В общем, который Поступал На второй САЗ В итоге Оказался талантливым Тренером На самом деле Он тренирует эгрессию И еще Из второго САЗ Я кого-то забыл По-моему Это вот Видите Кравченко Еще был такой Рыбатлон По-моему Кхуй с горы Только после этого Написала заявление Об уходе Старой школы Женовистики учатся Не в институте Женовистики учатся Вот в процессе работы Именно в редакции И для этого Нужен коллектив Это примерно Как терапия Анонимных алкоголиков Вот только наоборот Анонимных алкоголиков Они собираются Для того Чтобы вместе Чего-то не делать А журналисты Собираются вместе Для того Чтобы сделать Что-то общее Выводите Компании Пересекаются Да В этот момент Это происходит Да Кстати Оно должно было Стать основой Для публикации Надо На уличных Каких-то изданиях Посмотреть Это офигенный Способ Просто проверить Все Тебе важно Давать новые кадры Вообще Для спортивной Журналистики В России Или У тебя нет Такого? Мне просто весело Потому что могу Домой занимаюсь У тебя нет миссии Какой-то развивать профессию Нет Ты для этого Ничего не делаешь Нет Абсолютно Какого-то коллективного Нет Если Начинать Мыслить о себе В категориях Миссии Это просто Самый короткий путь К тому Чтобы Стать Либо пустым местом Либо еще хуже Допустим Георгим Черданцовым Вопрос о голубях Ты так не сказал Что Рлавов в том матче Решающую шайбу Не забрасывал Да Не хотел А комментатор Очень штучная профессия И этому не учат И с редакциями Сейчас тоже Какая-то странная Проблема Возникла Так что Я же как-то попал Попал Ну вот И мне кажется Что нужно Как-то И для других Приоткрывать дверцу Наша школа Характерна тем Потому что она бесплатная А почему именно В шестнадцатом году Ты создал школу? Потому что В пятнадцатом Меня выпилили Телевидение Я остался В одиночестве Остался без редакции Без компании И наверное Вот в этом У меня одновременно Возникла Идея школы И примерно В это же время Я стал заниматься Футбольной командой Я хочу вам сказать Что я принял важное решение В центре Дни же Дима Ай-ай-ай-ай-ай Потому что Каждый должен иметь Футбольный клуб Сейчас будет Сложная съемочка Для меня, ребята Потому что Мы на игре Эгрессив Наверное Самое главное Что сейчас есть В жизни Васи Это команда Из которой Я ушел Полтора года И до этого момента Ни разу не был На играх Очень тяжело Здорово Ни хуя себе Здорово Здорово Мистер Здорово Ой Это вот Один из 30 лирических Вечеров в Медведково Первый Уфик У меня Мы в Медведково На самом На самой окраине Мира этого Возле Ярославля Где-то примерно Сюда Вася приезжает Раз в неделю Стабильно Чтобы посмотреть На игры Эгрессив Ну вон Как, собственно говоря Видно Сколько тебе до сюда ехать? Ну когда как Сегодня довольно быстро Доехали за час А так обычно Сейчас 10 Сейчас 15 Появляйся Прохор Появляйся Ты сможешь описать Что для тебя Игорь всех Все отначит Или нет? Это моя любимая Игруха Какое место В жизни занимает? Ну я не очень люблю Так выстраивать По порядку Но скажем так Обязательно Неотъемлемо На этой неделе Вот из-за Футбола Я не был Ни на одной Из двух тренировок Одно я как правило Посещаю И в общем Я скучал Это мой близкий Здарова Это мой близкий Сейчас я с тобой поговорю Это я сейчас с тобой поговорю Ты ошибаешься Вот ты тоже меня напрашиваешь Зачем мне все это надо Почему-то Многие задают Такой вопрос И не думают Что мне просто может нравиться Вась Давай скажу Спрошу тебя откровенно Ты Относишься к ним Как к своим детям? Так решай вопрос Ну Знаешь В каком-то смысле Учитываю Что у меня нет семьи И нет планов ее создавать Наверное В каком-то смысле Змите Семьи Один из заменителей Вот я в таких категориях не думаю Блин Вася вообще Очень многое значит для меня Потому что он Мой блистер Ближайший вообще Человек Помогает во многом Не только в материальном плане Но и в нем тоже Твоя жизнь вообще как-то изменилась После того, как ты с ним познакомился Или нет? Нет, конечно В плане футбольном В эгрессе Что мутит этот тип Жесткие вещи Ну ты можешь себе понять Вот до сих пор Просто 4 года прошло Вообще нет Что ему нужно А то фейл Вообще не пойму Ты не можешь понять Вот это вот отношение Просто вот кайфует Просто кайфует Почему-то ему прикольно Не, ну да Чуть-чуть Прикольно Что такое без Вась Если честно Просто не состоявшийся футболист Поломанный Дальше Ну тренировал бы Без каких-либо Перспектив По сути Да, Строн Перечисли все стажировки На которые он тебя отправлял И к кому Так Самая первая стажировка Краснодар-Мусаев Был Потом дальше Ростов На сбор В Марбеле У Карпина Рубин Слудского Что для футболиста Самое главное Чтобы тренировал Именно этого футболиста Ну то есть По сути Блин Во-первых И крутые клубы Российские Да Самые И Самые лучшие Российские тренеры Просто тренер Алфраэл Уезжает в Марбелью На сборы Да Я там вообще Я еще в этом В апартаментах жил В твое окружение Сейчас проще всего Попасть через игры И через школу Да Получить работу В спортивной журналистике В России Можно через футбольную Любительскую команду Да Ну нельзя сказать Что это работа Правда в журналистике В остальном Ну почему же нет Ты всем пытаешься Помочь Все время С работой В любой ситуации Кто к тебе обращается Ну помогать с работой Это можно друзьям Но я знаю Что ты некоторым Снимаешь квартиру Это уже больше Чем дружба Наверное Что это такое Из каких чувств Ты это делаешь Да Я снимаю квартиру Сейчас в данный момент Двум с моим футболистом Ну почему Это ты не обязан Точно делать Как президент клуба Не обязан И как друг Даже не обязан Ну когда Я начал снимать квартиру С вот Одному из наших футболистов Это уже В позапрошнем году Произошло У него не было работы Он Жил с родными В однокомнатной квартире Подвернулась такая возможность Я мог себе это позволить Мне кажется Что это позволило Ему зажить более взрослой жизни Сейчас он работает Да И ты продолжаешь Снимать квартиру Да А что ты в таком смысле Что это делаешь Почему Ну потому что Ну просто Ну Я не то чтобы против Это как-то странно Я хочу понять Я понимаю К чему ты клонишь Нет жены Нет детей Вася Ты прямо скажи Что именно это Ты имеешь ввиду Я не хотел намекнуть Что ты здесь кого-то трахаешь Я хочу Объяснить Что ты относишься К ним К своей семье В прямом смысле Да Они мои двоюродные братики Может быть даже родные Кто еще мог стать семьей Василия Уткина У него не получилось Иметь детей И он нашел Как и все в своей жизни Себе детей в футболе Я не знаю Как бы это ни звучало Я понимаю Может много будет усмешек Каких-то над ним Но это так и есть На самом деле Это наверное лучше Чем у меня никогда не было Но эгресси Да Встала На место Где должна была быть Семья у Васи Ты содержишь эгресси Да И много Еще своих других Проектов делаешь За счет Букмейкеров Да Какое у тебя К ним отношение Все это нормально Я считаю Большим хаженством Считать что Букмейкеры Это какой-то Обязательно Разводил его Если вы считаете Что букмейкеры Это разводил его То в первую очередь Спорт разводил его Получается То может быть Просто мало кто Отдает себе Отчет Но букмейкерство И профессиональный спорт Зародились одновременно И Сам факт того Что на спорт делают ставки Это и сделал спорт профессиональным В общем Букмейкеры Помогают развивать Не только спорт Ребят Но они поддерживают нас Без этого никак Вы бы не видели Столько спортивного контента На ютубе Если бы не было Буков Вот и все Это чистая правда И не надо Воспринимать ставки Как способ заработать Как постоянный доход Это просто фан Развлечение Которое делает просмотр Любого спортивного события Просто интересней Если вы захотите Поставить на какой-нибудь матч Я советую это сделать Моих друзей С компанией Винлайн Которые при регистрации Дадут вам фрибет В 2000 рублей Которые вы можете Сразу же поставить И вывезти Ссылка в закрепленном комментарии Я уже показал вам Как работает Вася Где он работает Сейчас мы в Московской области На его даче Где он проводит Свободное время Отдыхает Перегружает Вообще Зачем сюда ездишь? Ну хорошо Здесь просто Это твоя единственная Недвижимость? Да У меня больше ничего нет Это вот дача Ну У меня записана Квартира родителей А вот Ну в принципе Никакой недвижимости Больше у меня нет То есть Вася За всю свою жизнь Полтос Человеку Вот-вот Настанет За работу Только на дачу В Московской области Ты что Транжиры Получается Какой-то Нет Я распусти Здесь у Вася Много прикольных Артефактов Сейчас пройдемся Ну вот это Конечно Легендарно Это я молодой Да По-моему Это на финале Когда Локомотив Первый раз Выиграл Кубок То есть Получается 1996 1997 Самая большая Картина Это тоже Тут есть Ну не знаю А вот Ну это очень Дорогое мне Фото Это эгоси Какой-то момент Жизни А вот Все уже Давно поменял Естественно Потому что Футбольная команда В любом случае Устроена Так что В нее приходит Уходит Вот это Мне подарили Ребята Из первого выпуска Нашей условной Школы Журналитики Типа Учитель йода Это я Проставляюсь За уход На спаста Начальника На НТВ Плюс Да Смотри Вот Тимур Вот Нобель Вот Лаша Баксалиани Который Теперь Меня ненавидит Вот Шняк Вот Шмель Рома Нагучев Варежку Разял Вот Кира Дементьев Вот Генич Костенька Вот Паша Занозин Балунка Дрессированная Ты знаешь Мне очень хотелось Уйти С должности Красиво Потому что Ребята Почему-то думали В основном И очень многие Думали Что я Каким-то образом Расстроен Тем что Вот Мы рулили С Митей Чуковским НТВ Плюсом И нас не позвали Рулить матчем Я вообще На это не рассчитывал И я даже Об этом не думал И мало того Если бы я был Человеком Который запускал матч Я бы себя Не позвал Это Пятнятилетие Папа Его друзья А мне 16 лет Вот папа Что-то есть Похоже Форма лица Форма бороды Такая же Ты знаешь Насчет формы бороды Не знаю Но Факт в том Что я Смеюсь Как папа Абсолютно точно А вот Здесь Собственно говоря Вот здесь Папа умер Вот И когда он умер Я держал его за руку В принципе Я не придавал Никогда большого значения Потому что Ну дом Дом Вот А теперь Это дом В котором умер Мой папа Дом В котором Так или иначе Десять летом Живет моя семья Мама Вот Действительно Оказалось Такое гнездо Вот Хотя В общем Прямо скажем Не так уж Могу Я бы случилось Хорошего Я не похож На папу И У меня голос На папу Тоже не похож Но смеемся Мы одинаково Он гордился тобой Я надеюсь Я надеюсь Пельмени Вась Почему ты меня встречаешь Пельменями Что это такое Потому что Потому что Приехал И сказал Что уезжаешь Вот И сказал Что хочешь Поехать Что-то срочно Ну Срочно Пельмени А так В принципе Я Собрался Сделать Пульпу Горьего Тебе здесь реально Размораживается Осьминог Он уже Разморозился Ты для меня Приготовил Осьминог Здесь реально Ну Он не нажил Боросилки Просто Это очень Хорошие пельмени Что это Что это такое Высыпай Высыпай Я высыпаю Я тоже собираюсь Ты просто Закрыл крышку Нет Честно Вася вообще Нежадный тип Абсолютно Никто его не может Обвинить в жадности Я никогда Таким его не считал До вот этой ситуации Сейчас С пельменями Ты с чем ешь пельмени Ну С горчицей С кетчупом Нифига себе А че Ну потому что У меня нет ни горчицы Ни течечка У меня есть сметана Что пагубнее Сказалось На твоей карьере Твоя политическая позиция Или то что ты бухаешь Ну То что бухаю Вообще Никак Пагубно Мне не сказалось Но были же эфиры Которые ты проебал И забухлали Нет Я находил На эхе Москвы В семнадцатом году Что? Я не употребляю наркоту А я не курю Не Ну Что-то же Должно меня отличать От нормального человека Вот мы выпиваем здесь Ты намного продуктивнее Когда не пьешь Ты намного продуктивнее становишься Нет Ну я тебе отвечаю Вот я тебе говорю Это неправда Это только добережда Это правда Это только добережда Вася блокирует всю инфу Что касается алкоголя Вообще к нему Хотя он сам все прекрасно понимает Вообще Он просто Ребят Блокирует информацию Вить Ты понимаешь Об этом Видимо у тебя в семье Какие-то были проблемы По этому поводу Но дело в том Я вообще довольно много работаю И довольно регулярно Да И поэтому Конечно я приветствую Разговоры об алкоголе Но тем не менее Это крайне редко Препятствует Тому что я делаю Серьезно это моя порция? Да Пиздец порция Вообще как в общаге Просто Хорошо Это ты себе оставил порцию? Или ты не будешь есть? Спасибо Буду Спасибо Ты доволен Как развивается твоя карьера? Я считаю Что моя карьера закончена В смысле? Ну потому что Карьера Это Некий вот Путь По ступенькам И так далее И тому подобное Вот Моя карьера закончена Потому что Я сейчас Занимаю Ровно То положение Которое я бы и хотел Занимать Я просто Представляю сам себя И занимаюсь Чем считаю нужным Но она закончена Это счастливый конец Или нет? Ничто Что связано со мной Не имеет счастливого конца Блядь Ты что за Апокалиптические Какие-то фразы? В смысле? Я живу Грустной Счастливой Жизнью А Ты не сталкиваешься С таким ощущением Что люди Вокруг Вообще И тебе Незнакомые В том числе Больше переживают За твою карьеру Чем ты Говорят Вась Ну как так Ты же такой талант Блядь Как ты не комментируешь На телевидении Эти люди Не понимают В чем заключается Мое поприще Ну Они зря переживают Я ничего не теряю От того Что я не работаю На телевидении Ну Они зря переживают Они на самом деле Переживают за себя Они хотят Чтобы я для них Комментировал И я это очень уважаю И очень ценю Но На самом деле Я Правда Больше не могу Этим заниматься И не хочу Этим заниматься Больше Почему? Это просто Меня не особенно Интересует Для меня это Теперь стало хобби Хобби Это не означает Что я к этому Поверхностно отношусь Нет Абсолютно Ну просто Я не связываю С этим Более или менее Ничего Понимаешь Здесь дело Вот в чем Открой пожалуйста Вот Открути Ну открути Блядь Давай 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 другую Ну дай мне Эту камеру Ну давай Ну открой Ну открой Вот Фотоопасный момент И вот сейчас Вот он Вот 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 Этот Томский Гигант Который Снимал Как люди Борются С быками А вместо Этого Блядь Он нож Зел Ёбан Сколько ты Лет Живешь Один Ну Если Не считай Случайных Связей То С шестого Года и каково ну наверное это не очень хорошо и скорее всего это неправильно но это моя жизнь что я могу теперь с этим сделать а как думаешь почему так получилось ну разумеется потому что я был мудаком какой-то момент потому что во всяком случае я сразу себя предупрежу что я не буду об этом подробно разговаривать потому что я только один раз в жизни об этом сказал вот это касается не только меня поэтому больше об этом говорить не буду ну а серьезно кому я вот собственно нужен вот сейчас вот разве камера на себя вот сами себя чё юный красивый ну подожди вас все все уже кончено все нет но но я тебе кулькулем тебе тоже когда-то было 29 нет на что но сейчас ты мне 29 просто я потому что ты ты говоришь у тебя один раз не получилось завести семью и все после этого ты не пытался больше после того случая которым ты не хочешь говорить я не хочу называть имен но я кто знает тот знает но дело же не в этом но послушай мне исполнится 50 лет предположим я сейчас заведу семью к 51 году у меня родится ребенок я должен буду о нем нести ответственность за него но еще лет 20 я не веришь я столько проживу и я мало того не планирую столько жить из-за этого тебя это останавливает ну в том числе да я же где-то же ответственность ну хорошо а девушку завести не 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 можно с ребенком взять как нравится выражение девушку завести собачку завести телочку завести девушку завести телочку завести послушай кто тебе сказал что у меня нет девушки а я об этом никогда не говорю потому что у меня нет обязывающих отношений ты не чувствуешь себя одиноким чувствую и ты нормально чувствуешь ты себя не одиноким живетом со шпицом и с девушкой ты спицом сейчас кого назвал ренат ну шпицом назвать девушкой у тебя парень профессор нет 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 ну ну да безусловно конечно одинокий человек безусловно а чё а ты как думаешь а что в этом дурного ты как думаешь твой успех в профессии связан с тем что ты остался один мой успех профессии был достигнут до того как я вообще задумался о том заводить ли мне семью или просто то что ты слишком много времени потратил на спорт на футбол на журналистику и поэтому тебе не осталось времени чтобы завести в конечном счете на профессиональный успех нет я так не думаю а что стало фактором того что ты в 50 лет живешь этим понимаешь это можно было бы на этот вопрос ответить если бы я считал это проблемой и думал где совершил ошибку а я так ведь отношусь к этому как нормальному течению жизни понимаешь ты поэтому я не ищу вот точку где я возможно допустил какой-то вот ты не считаешь себя несчастным из-за того что у тебя нет семьи нет вот по этому поводу абсолютно нет просто вот на дожим вот мне потом у меня есть семья это люди которые меня окружают я к ним такая отношусь наверное если бы у меня человек который есть семья тоже чувствую себя нормально но не немножечко не так нормально по-другому нормально да ну я не вижу проблем вообще никакой я привык жить один и я не очень понимаю что вот будет если там здесь кто-то передо мной маячить станет и так далее а если я пойму я моментально перестроюсь естественно четыре года назад на этом поле мы с вас познакомились я-то его знал заочно уже но меня а сейчас мы здесь сижу у него дома и пытаюсь сделать выпуск посвященный его пятидесятилетия какая же жизнь это непредсказуемая но мне мне с одной стороны очень круто от этой мысли но за другой я очень нервничаю не знаю как сказать почему ты доверил мне снять выпуск посвящен твоему пятидесятилетию почему мне чтобы это какое-то испытание ли это возможность какая-то что это такое ну испытание бывают для чего-то меня тебе ничего не нужно я просто мне просто так показалось что тебе это могут любопытно вот я подумал что это прикольно потому что для меня это рискованно вот тоже меня увидел разным и я же никаких тебе ограничений не ставил вообще никаких поэтому я подумал что ну вот интересно опять таки понимаешь 50 лет такой возраст такой юбилей его часто мы празднуем правда стопудово праздновать она начнется не буду праздновать конечно не праздновать благодаря вам что это все работают и это está это Продолжение следует...